На протяжении веков азербайджанцы населяли эти земли. Трагические события последних десятилетий заставили их покинуть родные деревни, оставив за собой дома, воспоминания и историю целых поколений. В этом документальном фильме мы отправляемся по следам утраченного азербайджанского наследия. Через воспоминания бывших жителей, их рассказы и стихи мы заново открываем богатую культуру азербайджанского народа, некогда процветавшую в этих краях. Еще одна глава нашего путешествия ведет нас в село Алояз, село, погребенное под стоем времени изобвения. Машина держит путь по извилистой грунтовой дороге. Сквозь лобовое стекло открывается пейзаж. Необъятные холмы, поросшие кустарником, взметнувшиеся к небу одинокие деревья. Лучи солнца пробиваются сквозь ветви, оставляя причудливые тени на дороге. Едва слышны щелчки камер, да ровное гудение мотора. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, мы сделали вид, что хотим снять древнее еврейское кладбище. Расскажете нам про еврейское кладбище? Не помню. Еврейское кладбище внизу, старое. Расскажете про него? А это новый кладбище. А где 100? Это кладбище, 35-36 лет. А что до этого было? Оно было закопано под землей, да? До этого. Что было раньше? Раньше были это азербайджанские, а сейчас армянские. Это кладбище армянские, а азербайджанские там внизу, возле реки. И еврейское еще? Ага, еврейское там есть. А история поселка какая вообще? Сколько ему лет? Поселку. Это поселок? Давно это. А эта церковь в 12-13 веке. Эта церковь. Это церковь армянская? Армянская, конечно. А кладбище еврейское тоже в 12 веке? 13-13. Наверное, 12 и 14. Вместе здесь жили евреи и армяне? Наверное, вместе. Точно не знаю, наверное, вместе. А были какие-то здесь научные? Там еврейские знаки тоже есть, эта церковь. И там тоже кресты есть. Понятно, спасибо. Азербайджанцы покинули село Алояз в конце 1980-х, оставив свои дома и вековые кладбища на растерзание времени. Сегодня село – лишь тень этих утраченных воспоминаний. Вот этот дом, который вы видите, был моим. Армянин, который, говорит, является племянником Ашота Вартаняна, директора банка в районе. Они стоят вблизи дерева грецкого ореха, который я посадил своими руками. По данным кавказского календаря на 1912 год, в селе Шарурдар-Алогесского уезда проживало 524 человека, в основном азербайджанцы, указанные как татары. Конечно, я узнал родное село. На въезде в село была построена новая средняя школа. Справа возвышалась гора. Там на высоте 2000 метров над уровнем моря зимой стояли сильные морозы. У нас было 8 месяцев зимы с обильным снегом и преобладанием дождливой погоды. Лишь в мае начиналась оттепель, снег таял и земля просыпалась. Вспоминая дом, двор, сад и огород, становится грустно. Там остались могилы матери и тести. Тяжело становится, когда вспоминаешь. Трудно забыть. Когда видишь те места, кажется, что снова переживаешь прошедшие дни и годы. В нашем селе жили только азербайджанцы. Там не проживали представители других национальностей, вообще не было армян. Наши учителя, интеллигенция – все были из нашего же села. Эти земли лишены истинных хозяев, а село словно стало призраком, бредущим сквозь время. В нашем селе была начальная школа, где обучение велось с 1 по 7 класс. На здании школы висела деревянная табличка с надписью «Русско-татарская школа». В то время учебные материалы не были доступны на азербайджанском языке. После окончания седьмого класса я продолжил обучение в восьмом классе средней школы, расположенной в уже соседнем селе. Тельман Кудавердиев вспоминает последние месяцы жизни в селе. На деньги, накопленные большим трудом, мы построили дом. Когда дом был готов, мы приступили к штукатурке, затем наклеили обои и побелели внутреннее помещение. Вы видите, вот это мой дом. В течение четырех месяцев мы жили там как гостя. Все мужчины до самого утра оставались у подножия села вдоль дорог, чтобы армяне не напали на село. Армяне поднимались на вершины гор и обстреливали деревню. Дети и женщины очень боялись. Земля словно хранит эхо тех, кто много лет назад бродил по этой земле, любил здесь, смеялся, пел песни. И память об этих людях навсегда останется в этих холмах. Перед моим домом справа я сложил тандирь. У меня была машина Жигули, собранная итальянцами. Для нее был построен гараж, а также место для мотоцикла. У ворот росли фруктовые деревья. Было 50 деревьев грецкого ореха. Было 50-60 яблонь, груш, а также большой участок земли. Было место, где мы держали скот, овец, коз, коров. На этом мы и жили. Вы видите деревья, где стоит армянин. Это грецкий орех. Я посадил их своими руками. В нашей деревне жил старик по имени Ферро. Он принес ростки грецкого ореха. Я посадил их, и они выросли. Эти ореховые деревья выросли выше 4 метров. Теперь они выше двухэтажного дома, даже выше крыши, ведь прошло около 40 лет. Худавердиева Бановша Теймургазы скончалась в 1972 году. Это моя мать. Это могила матери. Я сильно расстроился. Я давно не видел могилу мамы. Впервые вижу ее с тех пор, как мы покинули село. Мне очень тяжело. Здесь же я увидел могилу тестя. Я узнал могилы и других людей. Неизменным осталась разве что природа Алояза. На протяжении столетий все это вдохновляло, воодушевляло азербайджанцев. И разве что природа здесь помнит о них. Река перед нами – это не просто вода. Это зеркало времени, отражающей лица и судьбы тех, кто когда-то здесь жил. Их истории нашептывает ветер. Поминаю дороги, тропинки села, реку, горы, по которой бродили стада диких коз. Можно было увидеть, как медведица, подталкивая, выводила своих медвежат. Это были очень славные дни. На одной стороне жили мы, на другой находился лес с дикими животными. Туда было запрещено ходить. Был подвесной мост. Мы переходили по нему и шли к родникам. В мае дети всегда занимали родники заранее. Мы готовили еду, шашлыки. В нашей реке водилась форель – самая вкусная рыба в мире. Жители села были очень гостеприимными. Всегда заботились друг о друге, ходили в гости на праздники. Через день после интервью Тельма Худовердиев позвонил и попросил включить в фильм одно фото. Для него было важным, чтобы в кадре появилась фотография с изображением его матери. Долгие годы он не может навестить могилу матери и только вот таким образом может отдать дань ее памяти. Слушай его, понимаешь, какое огромное значение для него имеют эти бесценные кадры, фотографии, последние воспоминания о родном селе, о доме, о той жизни, что была безжалостно отнята. Для Тельмана фото матери – это целый мир, безвозвратно канувший в пучину трагедией. Первым делом я бы посетил кладбище. Проведал бы могилы матери и тесте, затем направился бы в дом, где мы жили, поцеловал бы эту землю, ведь это наша родина. Мы выросли на ее воде и хлебе, дышали ее воздухом. Путешествие по следам прошлого продолжается. Наш следующий пункт назначения – село Шехерджик. Это еще одна глава в истории азербайджанского наследия, утраченного на протяжении последних десятилетий. Старые дома с обвалившимися крышами. Когда-то здесь собирались семьи. Звучал детский смех и распевались песни. Сегодня слышен лишь шорох ветра до крики одинокой птицы, залетевшей под разрушенную кровлю. Я написал многие стихи, посвященных селу, сочинил песни. Наша деревня очень живописная, окруженная с трех сторон горами. На север расположена крепость Керпичди, также известная как Гыр. Впереди возвышается вершина хустуб. Армяне никогда не жили в нашем селе. Наш дом располагался в живописном месте у реки. Рядом были чудесные источники, и мы пили из них воду. В саду росли разнообразные деревья. Грецкий орех, посаженный дедом, тутовник, вишня. Все плоды отличались изысканным вкусом и насыщенным ароматом. Настолько, что аромат, оставленного на столе яблока, заполнял собой каждый уголок дома. Гофил Алиев отмечает, что помнит все топонимы и озвучивает некоторые из них. Гофил Алиев, Керпичди Галасы, Кыргаласы, Балдырганны, Чимэндахы, Ястыгая, Кызылдаш. Гофил Алиев переехал в Баку за несколько лет до изгнания азербайджанцев, но в родном селе продолжали жить все близкие родственники. В последний раз я ездил в село в 1984 году на Поминке. Моя сестра ухаживала там за фруктовыми деревьями. Мы собрали фрукты. В основном я и мои товарищи, которые поехали со мной, а также моя младшая сестра. Мы собрали по несколько ведер тутовых ягод. Они были такими сочными, что склеивали пальцы, когда мы брали их в руки. Когда я привез их в Баку детям, они очень заинтересовались, откуда такие вкусные тутовые ягоды. Гофил Алиев на карте поименно указывает, какой дом кому принадлежал. Моя мама более 30 лет работала директором клуба. Этот клуб прежде располагался в месте, которое мы называли старым селом. Был в плохом состоянии. Потом, после долгих усилий отца и других людей, за счет колхоза смогли построить новый. Все, что им осталось на память от села, это черно-белые фотографии, которые они хранят как зеницу ока, как напоминание об утраченной родине. Наш дом разрушен. Он находился справа от клуба. Проходя по улицам этого забытого села, где каждый дом рассказывает свою историю молчания, и отсутствие, мы подходим к памятнику. Это не просто камень. Это символ памяти о тех, кто уже никогда не вернется. Окруженный полуразрушенными зданиями, этот памятник стоит непоколебимо, словно охраняя последние воспоминания о прошлой жизни, которая когда-то кипела здесь. Многие наши сельчане участвовали во Второй мировой войне. Больше половины из них не вернулись с фронта. Поэтому на наших собраниях было предложено установить монумент, чтобы вековечить их память. Предложение было одобрено. Мой отец возглавил эти работы и довел дело до конца. На монументе были имена более 30 человек. Перед клубом стоит памятник в честь погибших во Второй мировой войне. На нем указаны имена и фамилии тех, кто не вернулся с войны. Руководил работами по установке этого памятника муж моей сестры. Скульптором был дядя Муталим. Все наши люди добровольно помогали. Напротив памятника был клуб, где моя сестра почти 30 лет проработала директором. Там также была библиотека. Мы там брали и читали книги. У нас была богатая библиотека. Памятник смотрится несколько чужеродно на фоне полуразрушенных домов с зияющими пустыми окнами. Кажется, будто он остался единственным хранителем памяти о былых жителях этих мест. Тишина подчеркивает заброшенность и забвение, в котором оказалось село. Но памятник стоит незыблемо, словно напоминая, что когда-то здесь бурлила настоящая жизнь. Что те, чьи имена выбиты на камне, любили эти дома, эти улицы, эти поля. И память о них должна жить в сердцах потомков. По словам Алиша Гусейнова, в этих краях было много святилищ, древних сохранений, которые армяне либо хотели присвоить, арменизировать, а если не получалось, то уничтожить. У нас было футбольное поле и волейбольная площадка. Лично я в 1966 году участвовал в районных школьных соревнованиях по легкой атлетике. Между Гафаном и нами расстояние в 7 километров. В тот день автобус специально не пришел. Мы пошли пешком и участвовали в соревнованиях в Гафане, где я занял первое место. Но мне дали второе место, указав, что турок не может занять первое место. В просторах интернета мы обнаружили статью о кладбище азербайджанцев. Мы искали армянина, который представился в СМИ человеком, который ухаживает за могилами азербайджанцев. Мы будем принимать, будем общаться, будем пить чай, пить кофе. Что хорошего для человека, для общения. Каждый человек, каждая нация должна смотреть на Бога, учить Слово Бога, что стать добрым, что человечество на все небе жили вместе, жили счастливо, жили любовью. Тихо шелестит трава, растущая вокруг обветшалых надгробий на холме. Камни памяти заросли мхом от времени. Лишь кое-где можно различить полустертые надписи. Солнце играет бликами на выцветших портретах. На кадрах кладбища все наши усопшие родственники, жители деревни. Большинство из них мне знакомы. Почти всех я знаю. Но могилы в ужасном состоянии. Там было много мраморных могил. Большинство не осталось. Мрамор с них демонтирован. На видео узнал наши дома, школу и горы. Потом увидел могилы. Мог бы рассказать о каждом из похороненных людей. Но многие могилы разрушены. Могу назвать имена тех, кто там похоронен. Например, могила дяди Сейфулы, его сына Сулеймана, тети Туту, мать Абдулы. Кладбищ было два. Старое и новое. То, которое мы увидели на кадрах, — новое кладбище. Я убежден, что мы вернемся туда. В книгах я всегда отмечаю, что у меня мечта вернуться на эту землю. На нашу родную отцовскую землю. Туда армяне заселились позже. Это не их земля. Мы живем только с надеждой на возвращение в родные края. Эта земля никогда не принадлежала армянам, поэтому они не смогут ее любить и даже дать ей имя. Они не могут осознать всю ценность этой земли. Для человека мать и отец очень близки и дороги. Так же, как Родина. Как я могу сказать, что не хочу туда возвращаться? Хотел бы снова увидеть наш родник, наши деревья, узнать, что с ними стало. Сегодня я бы хотел вернуться. Есть надежда на возвращение, если будет подписано мирное соглашение. Это наша Родина, и мы хотим вернуться туда, ведь там жили наши отцы и деды. На кадрах я не смог найти могилу своего деда. Возможно, ее разрушили. Раньше там были могилы из черного мрамора, но я их не увидел. Я очень хотел бы снова увидеть свою Родину. В своих снах я постоянно вижу отца в селе. Родительский дом часто мне снится, ведь это место, где я родилась и выросла. Оно вечно живет в моей памяти. Дом, дороги между домами, поля, холмы, скалы и родники. Все это ясно стоит перед моими глазами. Несмотря на изменения, произошедшие в селе, воспоминание о его былом облике остается неизменным. Наше село Гюллю Булак, что в переводе означает «цветочный родник», всегда было изумительно красивым и цветущим, наполненным ароматом цветов и шумом родников. В моей памяти оно навсегда сохранится живым и цветущим, как в дни моего детства. Конечно, я хотел бы вернуться. Всегда в моих мыслях, воспоминаниях. Мое детство – родная деревня. Куда я хочу вернуться? Три села – три уникальные истории. Наше путешествие подошло к концу, но память об этих местах и людях останется с нами. Важно не дать истории кануть в лету, а передать ее следующим поколениям. Тогда и прошлое будет жить в настоящем. Субтитры создавал DimaTorzok